В масштабный рейд по стройкам столицы Заполярья отправились на этих выходных представители профильного окружного департамента во главе с вице-губернатором Александром Лидером. Проверяющие оценили ход работ на социально значимых объектах Нарьинмара. Подробнее в следующем материале. Масштабный рейд по стройкам начали с объекта в микрорайоне Кармановка. Здесь возводят яслий сад на 60 мест. Новый дом для малышей должны сдать в ноябре 2020-го. В дошкольном учреждении будет 4 группы со спальнями, наполняемостью 15 человек каждая. Яслий сад будет оснащен собственным пищеблоком, прачечной, кабинетами медика, логопеда и психолога, музыкальным и физкультурными залами. А Дмитрий Александрович, мы в графике идем? Пока в графике, да, материалы подходят, с учетом того, что если доставка будет вовремя, как заявляет пролетчик туда, мы успеваем. Если не будет, на решение сроков поставки материалов. Сейчас попрошу еще, самый главный вопрос, забыть, он короткий, значит, благоустроительной работы. Антон Викторовна, и вам, значит, с городом отработайте поручение Александра Витальевича по благоустройству прилегающей территории, чтобы когда мы сдавали детский сад, у нас в комплексе в следующем году уже было, и прилегающая территория тоже благоустроена. Следующая точка в маршруте проверяющих – новая школа в микрорайоне авиаторов. Здесь практически завершена облицовка здания. Готовы к чистовой отделке кафелем первой и второй корпуса образовательного учреждения. В третьем и четвертом завершены мокрые процессы. Основные работы по отделке корпусов планируют начать после завершения благоустройства территории. У нас первая задача стоит сейчас до, как говорится, до похолодания сделать благоустройство, чтобы уйти с уличных работ и заниматься уже внутренними помещениями, где будет тепло. То есть холода нам, как говорится, не помеха. Сейчас есть маленькие отставания, но я думаю, что за счет количества людей и поставки материала мы наверстаем. То есть мы думаем, ну, не думаем, а планируем все-таки сдать ее вовремя. Осмотрев школу, проверяющие отправляются на соседний объект. Десятисекционную семиэтажку по улице Сущинского. Полный ввод строения в эксплуатацию затягивается уже на протяжении года. Готова лишь половина дома. Еще пять секций должны сдать в срок до 15 ноября. Здесь ровной сцены, во-первых, не было никакой комнаты. Здесь много материалов ходит и много деревьев. Сейчас на объекте ведутся штукатурные работы. В них задействованы порядка 80 человек. Впрочем, вице-губернатора Александра Лидера не устроили темпы возведения жилого строения. Проблема в одном, что очень медленно. Очень медленно. Сегодня маша станция кружится на Боржу. В понедельник Боржа выходит из Шельюра. Во вторник будет здесь. Как пояснил подрядчик, сдать объект планируют в установленные сроки. Штукатурные работы, разводка электрики, вентиляционные работы, стяжка полов, то есть мокрые работы. После мокрых работ, когда штукатурные станции вывезем из территории, можно будет заниматься благоустройством, готовить параллельно. Помимо строек, вице-губернатор проверил ход работ на дорогах, где ведется реконструкция в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Это транспортная артерия до поселка Красное, участки автомобильных трасс в районе улицы Дружбы и от угольной до монтажников. Кроме того, делегация побывала и на месте возведения временного сооружения в районе Лесозаводского моста. Там строители приступили к обустройству дамбы под конструкцию для объезда. Как отметил подрядчик, работы осложняются климатическими особенностями местного водоема. Проблемы на сегодняшний день. Уровень воды, который плавает по всем давным, по идее, уже должен прийти в межный уровень вод, но на сегодняшний день этого не происходит. Соответственно, приходится дополнительно работать по устройству укрепления насыпи, подошвы насыпи мешками с песком. Тем не менее, опасений по поводу срыва сроков нет. Материалы под обустройство сва и моста завезены. Также частично выполнены работы по устройству кабельных коммуникаций. К октябрю этого года строители планируют сдать объект.